Девочка-пай 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 Пока все, палатки, молотки все расставили Сейчас начинают только расставлять удилища Вот, вот Эдик уже начинает Карповики свои собирать Вот такой у нас лагерь Собрали вот понемножечку Ну в общем, что было, то и собрали Вот так вот Это наша палатка Это вот Эдика Шатерчик Там дети Саша, да, Саша Архив Архив Вот, архив Макар, короче, ну все Так что это В общем, вот так, друзья Приехали мы на трое суток Значит, половить Амура Карпа, Сазана В приоритете Ну, а в принципе, там что будет Ну, что будет ловиться, то и будет ловиться Но Чтобы поймать 30-ти сантиметровую рыбу Или примерно 40 сантиметров Примерно, хотя бы Мы приготовили Прикорм Вот, у нас будет чисто Основа кукуруза Вареная и кислая Вот, смотрите Кастрюля Сколько она? 20 примерно 25 литров 25 литров 25 литров кастрюля Вареной Кукурузы Чисто вареная Вот Ведро у нас Сколько едет? Ведро у нас 30 Тоже варенка Чистая варенка То есть 30-25 Это 55 И плюс Еще у нас Пятишки Это у нас Брожонка Плюс 20 Это в итоге Получается 75 литров У нас кукурузы В общем На трое суток Ну Как вы думаете Поймаем мы рыбу Или нет? Ну Надежда Очень Прям Прям Не знаю Прям Вот Хочется Поймать Хотя Здесь говорят Что Хорошие Дурочки Плавают Ну Принцип Как говорят Ловили Ловили 15 Плюс 12 Плюс 10 Плюс Есть И 5 Плюс Ну В общем Вот такая Вот рыба Вот Вот Эдик У нас Вообще Думал Я Как-то Карповой Рыбалочкой Занимаюсь Ну А Эдик Оказывается Вообще Прям Жесткий Карповик Видали? О О Снарядился Вообще Жесть А я Че Вот Поставил Ротпот На 4 Удили И все В общем Вот так Друзья В общем Все Забрасываем Прикармливаем Короче И В путь Друзья Я думал Что у меня Ротпот Да Там Типа Такой Ништяк Такой Офигевший Вот Мой Ротпот А вот Эдика Вот Ротпот Вот Это Ротпот Друзья Карповик Я Вообще Это Знаете Как Типа Камаз И АК Вот Эдик Камаз Со Своими Снастями А я АК В общем Вот Так Вот Такая Тема Есть Можно А ну Ка Можно Заснять Вот Такая Элеваторы 120 грамм Как раз Именно Для Вот Для течения Да Для течения Вот такая Короче Тема Элеваторы Именно Для Вот Такого Вот Водоема Как Здесь Течение То есть Он Ложится И Любое Течение Его Не Уносит То есть Красота Вообще Ну Упирается Я так понял Этими Ребрами Вот Он Ложится Все Начинает Замуливаться В песку В илу Все То есть Он Даже Не проваливается Практически В ил За счет То что Плоскость Обычно 100 граммового Грузила Которая Круглая Пулевидная Оно Проваливается При забросе В любом Случае А это Нет Даже Как бы Ты его Не кинул Оно Плавает Вот так Вот так И ложится На дно Все Ну Все Понял Будет Перезнать А то я Спрашивал Что за Леватор Леватор Вот такая Тема Именно Вот Для Такого Водоема Как Песок Течение Большое Вот В основном Его применяют В Астраханской Области Так Как Там Тоже Сильно Течение В устьях Вот Пулевидная Грузила Нет Оно Не работает Но работает Где мало Течения А именно Элеватор Работает Для того Чтобы не было Короче Чтобы не уносила Снасть Вот И держала В точке Короче Все В принципе Все Вот Друзья Возьмите Подписчики Да На заметку Берите Это Карповик Это Будет Не то Что я Не то Что я АК Да Не сказать Что профессионал Но Начинающий Короче До спортсмена Может быть Мне еще Далеко Как бы Но Пока Пока Так Все Понял Так Ну что Давай Давай Закидывай Давай Пошел Красота Опа Отлично 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 Ну Ребят Сразу скажу При таких забросах Лучше иметь Напальчник Я просто не успел Вовремя одеть И вот результат Практически Палец не порезан Но Кожа Подгорела Немножко Да От Шок-лидера Но ничего Ничего Первый заброс Удачный Где-то метров 60 70 Заброс Течение В речке Небольшое Все Ставим Наш Карповик Крепим Включаем Большую Тональность Здесь мы Цепляем Свингер Подключаем Сигнализатору Все И ждем Тут готово И включаем Обязательно Байтранер Затягиваем По максимальной Чтоб не сильно Все Все готово Ребят Ждем Поклевки Друзья Вот такие вот Пароходы Ходят здесь Туда Сюда Название Барабулька Вот так вот Рекодон Та же самая Снасть Друзья Только Немножко Изменения А ну давай Немножко Небольшие Изменения Техноплантон Со вкусом Огурца Пахнет Просто Шикарно Как будто Малосольные Огурчики Честно Вам говорю А ты сам узнаешь Вот И вот Насадили Короче Огурец Свежий Две кукурузинки И огурец Будем пробовать Пока не закармливали Ничего не делали Пока просто кидаем Вот так В таком плане Вот Сейчас проплывет И будем забрасывать Ну да А то можно ему Прямо в каюту Закинуть Дети здесь Все вместе Сидят Отдыхают Все классно Если мама Просто классно Тишина Спокойствие А ну Что там Есть Что там Ну что-то есть Так что там Что-то есть Есть Дергается Зараза Карасе Караселка 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 Мама поймала Как обычно Первая рыба Это хорошо Я скидок Сынок Я не знаю Вали за скейком, бегом. Я не понял, почему мы на этой речке и катались? Не знаю. Катались. Ну, наверное, рыбу искали. Вот, друзья, карась есть. Зачёте уже один. Всё, уже от ноля ушли. Да, уже всё, уже не пустые. О, карась, карась, карась. Карась, ебутый. Так, ништяк. О, хороший карась. Как в тот раз? Ну. Хороший карась, блядь. Ну, червячка, блядь, ешь. Ну, да. На зелёного. Ну, вот я подцепил два штуки, блядь. Добрая, добрая. Это, кстати, морскую капусту заказывали. О, вот это дело. Рыбку поймал. А то что? А то мы пытаемся рыбу поймать. О, вот это рыба. С утра пораньше. А кто это? Это водоросли. Знаешь, говорю, заказывали? Нет. Морские водоросли. Эдик, парик нужен? Парик, е-баю. Друзья, доброе утро. Сейчас у нас 8 утра. Будем делать закорм, рыбы. Вчера аж пока приехали, пока отдохнули, пока то всё. Вот, лодка готова. Кукурузу уже высыпали. Вот, добавил брожоночки сюда. Ну, блин, вообще такой оттасный запах. Настоящая брожоночка. Сейчас замешаем и отправляем сейчас на закорм. Погода вообще шикарная. Классная. Так что, вот, смотрите. Давай, разалезай. Нет, ты вот сюда залазь. Залазь? Только вот сюда пролазь. Вот так, правильно, что ты ж будешь маска? Друзья, закорм делаем. Ну, точнее, плывём и закорм. Баба, смотри, Курия, она шутка. Так, всё, потом пока. Давай, давай. Всё, пока, папа. Всё, потом. Мама, есть путь? Мама, есть путь? Папа, ты будешь с ним спать на лодке? Какое-то место? Папа, ты будешь с ним спать на лодке? Папа? Не надо. Мы сейчас закормим при твоём брату. Мы как? В принципе, на вторую не ставить. Просто ориентир будет на ту бутылку. Друзья, поставили вон маркер. Закармливаем, будем кидать в эту точку. Чуть нож не выкал. Друзья, вот Саша принёс, мёртвая прибилась к берегу. Такая вот, не знаешь, асётр или стрелядка, что это? Ну, папа сказала, асётр. Асётр, да? Угу. Короче, дохлая. Вот. Уже глаза белые, всё. С ней ничего не сделать. Вот такая вот тема. А ты рот? Нет. Там, где-то, коричневые глаза. В общем, вот так, друзья. Макар, ну что, это клюёт? Нету? Почему? Не знаю. А? А ты червя перенасаживал? Нет, мне не поставили червяка. Не поставили? Нет, не поставили. А, кукурузу одели? Да. А ты что, сам червя не одевал? Да, ну нет. Червяка. Да? Так, может, идёт там уже рыба сидит. Да, давай. Сейчас, подожди, стой. Стой, стой, стой. Колокольчик снимем, давай. Поднимай удочку, поднимай. Поднимай, давай, тяни, тяни, тяни. Вот. Крепко держи. О, молодец. Вот это рыбак, я понимаю. Может, у тебя же рыба сидит, а? А то сидишь, грустишь, грустишь. Да, тяни, тяни, тяни. Давай, 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 тяни, тяни. Подожди, подожди. Санька, ну-ка, подожди, сейчас он тянет. Ну-ка, давай, 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 подтягивай. Ай, пустышка, блин. Ну, ничего, само, сейчас, сейчас червя, червя, оденем, сейчас, червя, и всё будет нормально. И вот тут, и прикормить сейчас. О, давай, сам, замути. Друзья, в общем, вот такая вот рыбалка на реке Дон. Сегодня, какое число у нас? 28 июля. А где он приливает этот дон? Вот, за трое суток сколько поймали. О, что ли, что ли, что ли? Это жесть. Это как? Раз, два, четыре, шесть. Шесть карасей. Тише, тише, тише. Не упустите. Это я поймал. Да ложи, ложи, ложи. Да ложи, ложи, ложи. Да ложи, ложи, ложи. А что, вкусненько расти? Да ну и в баню. Всё, Саша, это выход. Сюда, в салатки. Ну и в баню. В общем, друзья, всё, завершаем свою рыбалку. Но мы ещё остаёмся, мы будем до завтра шестого дня. Утром рано будем стартовать. Я собрал все свои удочки, все удилища, в общем. Как бы, не ловится нифига, весь берег молчит. У всех такая же фигня. Караси, короче, шесть карасей в зачёте отдали соседям. В общем, как бы вот так вот, друзья, рыбалка. Ну, отдых зато ништяк. Отдохнули. Вот Эдик уже собирает свою лодочку. В общем, вот так вот. Ничего нету. Весь берег удочка. Ага, весь берег усыпано удочкой. Памара штук. Отпочтаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, семнадцать удочек стоит. Семнадцать удочек. Половину мы уже убрали. У меня было девять. У меня девять удилищ стояло. У тебя сколько было? У меня четыре. Четыре. Ну вот. Вот такой вот дон. Не знаю, чё. Выкормили всю кукурузу. Семьдесят килограмм было. Вообще жесть. Не знаю, почему поклёвки нету. Что за фигня. Ну, мужик говорил, что пеленгас вроде зашёл. А там фиг его знает. Так что, да, печально. Как говорит товарищ Якубович, увы и ах. Ну, в общем, вот так, друзья. В общем, утром мы стартуем домой. Вот такая вот была рыбалочка. Кому понравилось это видео, также ставим пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Ну и всё. А с вами был Максим, Эдик, его семья, моя семья и кайфовый отдых. О, пеленгас крыгает. О, пеленгас крыгает. О, пеленгас крыгает.